Это Анастасия Петминцева, директор фонда «Спорт для жизни», и она расскажет нам про то, как важен личный бренд в фандрайзинге, как его правильно и эффективно использовать, и как его развивать, и как сделать так, чтобы он работал на организации. Все, Настя, даю тебе слово. Здравствуйте, коллеги. Спасибо за приглашение. Даша, спасибо за твое выступление. Тоже рада видеть на таких мероприятиях. На самом деле, я почему-то начала волноваться, но это, сразу скажу, это часть моего бренда, волноваться иногда и говорить об этом. Сегодня я на самом деле первый раз такую тему даю, потому что сама буквально недавно занялась этим вопросом и увидела, как это сильно влияет на вообще, да вообще на все влияет на самом деле. Тема новая для некоммерческого сектора. Я не видела какой-то большой сейчас потребности в том, что спрашивают, ой, а личный бренд, личный бренд, какой личный бренд, нам денег надо зарабатывать, нам сейчас не до этого. Соответственно, вижу такое сейчас легкое касание этой темы, но я погрузилась в него очень, в эту тему глубоко. И сейчас я без презентации, я больше, наверное, хочу от этого выступления, чтобы вы ушли с какими-то новыми мыслями о том, что, возможно, да, что-то в этом есть. Поэтому больше расскажу и свой кейс-историю, и то, как в целом сейчас трансформируется, меняется наш фандрайзинг благодаря тому, что я занимаюсь развитием личного бренда. Значит, что такое вообще бренд, да, если в понятии, да, говорит, ну, бренд, понятно, там, фирма какая-то, да, что такое личный бренд? Это вообще личность, да, это вы, то есть все, кто здесь находится. Кстати, здесь какое процентное соотношение руководителей, которые фандрайзеры и фандрайзеры просто наемные? Есть такая, ну, там, в личном бренде тоже есть разница. Есть какое-то здесь понимание руководителей и фандрайзеры? Андрей, нету каких у вас данных? А сейчас мы увидим в чате. Да, напишите, пожалуйста, пока я буду дальше рассказывать, вы руководитель своей организации или вы наемный сотрудник? Это имеет значение в том числе при развитии личного бренда. Так вот, личный бренд – это личность, это про вас и про то, что вы делаете. Я начну с той истории, которая заставила меня как раз это увидеть. Возможно, вам это откликнется, и вы проведете параллель. Наша организация «Спорт для жизни», мы занимаемся развитием спорта для людей с инвалидностью и зарегистрировали свою организацию в 2016 году, 8 февраля. Нас было двое, я и моя коллега Юлия, личным брендом которой я занималась. То есть я помогала ей становиться более известной. И у нас стояла задача развивать ее, развивать фонд. То есть это такое через равно было. И, собственно, мы туда двигались. Все было нормально. В той аудитории, в которой мы работали, развитие ее личного бренда очень откликалось. Тогда все начиналось, и люди хорошо жертвовали денег на нее. Ну, то есть как личности, уровень доверия мы подняли. И потом происходят некоторые события в жизни, и Юля выходит из фонда. Я занималась всей стратегией, всем вообще, по сути, всем рулила, кроме одного. Не рулила своим брендом. Вот, и когда она вышла, ну, просто вот ситуация, знаете, оказалась очень впечатляющей для меня. Потому что, несмотря на то, что всеми процессами, всем занималась я, и нам перестали давать денег. То есть, когда я приходила к людям, к тем же людям, неважно, да, люди не понимали, как бы не знали меня. У них не было создано, да, там, со мной как с личностью, и у меня не был выстроен никакой бренд. Я просто Анастасия, которая молодец. Вот, собственно, так я и слышала, Анастасия, вы молодец. Но у меня бренда никакого не было. То есть, я как личность вообще не была знакома. Ну, со мной как с личностью не были знакомы. Я села и думаю, так, в плане, ну, мы же делаем то же самое дело. Я иду к тем же самым людям. У нас те же самые подписчики, но когда я выхожу к ним, они хлопают глазами, как бы, и, ну, и не понимают, да. Да, вот, я начала изучать эту тему, увидела такую интересную вещь, да, что здесь, я думаю, что наверняка более-таки средние фонды, да, не крупные, да, не стомиллионники, наверное, да. Нет здесь, наверное, стомиллионников, я так думаю, да, или, ну, крупных. Вот, в общем, суть в том, что, да, я как там с маленьким оборотом сижу, смотрю на эти крупные фонды и, как обычный руководитель, который только начинает свое дело, говорю, а, ну, у них вот, потому что у них владелец фонда известная личность. А этот сто миллионов зарабатывает, потому что, ну, то же самое, да, у него там папа там известный, там, еще, в общем, я собрала в своей голове такую мысль, что, черт побери, да, блин, это надо признать. Действительно, они собирают миллионы, потому что у них есть личность в их фонде. Оборачиваясь на свой фонд, у нас личности нет, ну, то есть личность это я, да, как бы, которую никто не знает. И вместо того, чтобы сидеть и думать о том, что, блин, ну, как бы, вот они, у них хорошо получается, потому что, да, я начала думать, а что нужно мне сделать, чтобы через какое-то время, возможно, кто-то так сидел и говорил, да, он спорт для жизни, у них просто плитнинцево там, это она просто известная личность. И поэтому, ну, поэтому они зарабатывают миллионы. То есть я вам говорю сейчас то, что будет у нас там через несколько лет. Вот. И я села и начала разбирать эту историю. Она, на самом деле, меня очень сильно напугала, потому что, опять, да, вопрос у фондрайзера и руководителей, то есть я являюсь и руководителем, и фондрайзером нашей организации пока. И она меня напугала, потому что вопрос такой, ну, блин, зачем мне это все нужно, ведь, ну, мне денег надо зарабатывать. Вот. Но это прям был, знаете, стена на самом деле. То есть был некий потолок, который вот, то есть деньги приходили ровно настолько, насколько мой бренд, да, влиял на это. Вот. И, соответственно, я начала туда движение. Напугало меня, я вам объясню, это многих пугает, что нужно поработать с собой. Я, когда провожу свои консультации, да, для руководителей, и я сразу объясняю, что вам сейчас нужно отложить всю стратегию развития вашей организации, фондрайзинговый план, наверняка он классный, да, все это отложить в сторонку и заняться собой. Что сделала я? Значит, у нас организация связана со спортом. И, прежде всего, я посмотрела, где нахожусь я и какая моя аудитория, да, и вообще, где эти доноры, кто эти доноры и кому может как быть интересно. И самое первое, что я увидела, это то, что мои доноры – это спортсмены, любители, ведущие активный образ жизни, здоровые люди, проактивные, а я не занимаюсь спортом. Вот, и я не занимаюсь спортом, и в целом, как бы, у меня то одна болячка, то вторая болячка, то третья, ну, как бы, да, такое себе, вот, думаю, так, значит, с этим надо что-то делать. Нужно создать свой какой-то кейс, который будет вдохновлять людей. Да, мне пришлось признать, что вот эти люди, которые стали успешными и богатыми, ну, неважно в каком направлении, просто я сейчас про бизнесменов крутых, да, они в какой-то момент сделали что-то невероятное. Совершенно, вот действительно, только прошли какой-то челлендж, что еще, что-то, то есть работа над собой. Мне пришлось смириться с тем, что мне надо сделать что-то невероятное. Вот, я начала думать, что я могу делать невероятного, чтобы это впечатлило людей. Мой личный бренд построен на том, что мой весь посыл, он про честность и про то, что я такая, какая есть. То есть, это моя личная бренд-карта такая, да, то есть каждый выбирает свое. Это мой челлендж, быть открытой и быть честной по отношению к себе и к людям. Это я позиционирую в своих социальных сетях. И сейчас, когда я начала после работы с бренд-менеджером это вести, да, у меня вырастает количество подписчиков и количество, боже мой, доноров. Вот, то есть люди стали сами приходить на то, что я транслирую. И это ни в коем случае не должно расходиться с тем, кем вы являетесь. В общем, основная задача руководителей, сейчас для руководителей некоммерческой организации, это посмотреть сейчас то, где вы находитесь, да, насколько вы как личность привлекательна для той аудитории, к которой вы идете. И здесь играет роль даже, например, вот любимая, да, история, как вы приходите к партнерам за деньгами, в чем вы одеты. Я выявила два пункта, по которым, то есть внешний вид может сыграть в плюс. Это, например, да, та же одежда, в которой вы чувствуете себя уверенно, но при этом она должна быть сопоставима с местом, временем и человеком, к которому вы идете. История, что я прихожу в том, в чем хочу, потому что я чувствую себя классно, да, в этом, она на сто процентов может не сработать. А объединить условия ваши и условия того человека или бы той компании, вот это рабочий инструмент, и правда, это очень сильно-сильно влияет. Первые шаги, которые я сделала в формировании личного бренда, это почти что полностью сменила весь свой имидж, ну, визуальный, потому что та визуализация была некомфортна для меня и не считывалась с меня окружающими как уверенного руководителя. Вот. Это первое, да, что я сделала. Вот. Второе, что я сделала, это, естественно, я занялась спортом, потому что это самое было большое сопротивление такое, знаете, наверное, когда, если вы столкнетесь с мыслью о том, что вам нужно сделать то, чего вы не очень любите, не хотите и вообще хотите доказать, что можно и без этого зарабатывать много денег, я вам посоветую не тратить на это. Я не могу зарабатывать и так. Не, не получилось. Вот, ну, не работает. То есть, если вы находитесь в какой-то нише, ну, какой-то нише благотворительности, вам нужно соответствовать тому позиционированию, которое есть у фонда. Вот. Ну, то есть, например, да, если вот Даша занимается котиками-собачками, да, было бы странно, если бы она не любила животных. Вот. Ну, да, то есть и у нее постоянный вот этот контакт с животными. Мы были на совместных мероприятиях, и я знаю, у нее постоянный контакт с животными. Животные просто к ней тянутся, она к ним тянется, она их там не гонит палкой, да, или там не ругает и так далее. Вот. То есть, я вот, кстати, хочу обратить внимание, да, на вот тоже Даша, как кейс такой. Вот. Классно выстроена фандрайзинговая система. И вот сейчас, если Даша начнет заниматься своим личным брендом и выведет себя как личность, уже показав, да, что это она, что вот она такая, что выстроена вся система, потому что она такая, у них еще вырастут пожертвования раза в три. То есть, если Даша займется своей личностью. Вот. И это все на самом деле очень сильно влияет. Вот. Что такое, значит, какие еще важные моменты в развитии бренда, да? То есть, после того, когда вы понимаете, кто вы, где вы находитесь и что вы хотите, да, куда вы хотите идти, каким вы хотите себя видеть, идет второй пункт. Это, конечно, как раз позиционировать. То есть, а как вы должны себя позиционировать, а что вы для этого будете делать? И вообще, что это такое? Здесь тоже нужно выйти из личных границ, потому что у нас только один инструмент, который позволяет людям узнать о вас, так же, как о вашей организации. Это социальные сети, это пиар, да, это внешняя коммуникация. Как бы вам не хотелось, как бы вы не сопротивлялись, в общем, как бы вам это не нравилось, внешняя коммуникация, то есть, ну, общение с аудиторией с какими-то, да, вот этими социальными сетями и так далее, это второе, что нужно будет сделать. Начать вести соцсети и выстраивать определенную траекторию. Здесь я, наверное, больше огорчу людей, потому что, думаю, без специалистов здесь не справиться. Я потратила на это и время, и деньги, и многое, что потратила, да, для того, чтобы прийти к определенным мыслям, действиям и уже пониманию тому, как это все будет двигаться. И я вам вот правда скажу, что абсолютно вообще другая энергия, другие деньги приходят, другие люди приходят, то есть, после того, как стала видна вот эта траектория моего, да, собственного движения. Вот. Я просто, ну, очень люблю, когда ко мне сами все приходят, то есть, я просто живу своей жизнью, а люди ко мне приходят и говорят, Настя, смотри, мы тебе денег хотим дать. Вот. И вот это, ну, самая такая идеальная картинка, это моя картинка, мне так нравится, я от этого кайфую, и я делаю все, чтобы это сейчас было. И когда это случается сейчас, у нас там, допустим, в чате сразу разрыв такой, ну, как бы, разрыв радости, да, когда я там коммуникации говорю, так, ребята, у нас пришло 10К на счет, чтобы вы понимали, у нас таких пожертвований, ну, в целом не было, мы такие зелененькие были там. У нас пришло 20К, просто 20 тысяч человек перевел, вот. А я вижу, да, связь, что у нас выстроено, выстроено и одинаковое позиционирование фонда и одинаковое позиционирование меня, то есть, у людей картинка складывается, они понимают, вот директор, вот фонд, все понятно, все, ну, все как есть. Очень важный момент, очень хочется, чтобы вы тоже это понимали. Люди не знают того, чего не знают, то есть, если вы не рассказываете про себя, про то, какие вы охрененные, про то, как вы выстраиваете свою систему, про то, как вам бывает сложно, про то, про то, про то, они об этом не знают и, соответственно, не могут вас в этом поддержать. Это огромная, я считаю, проблема некоммерческого сектора и людей, которые ведут фонды, ведут организации, ведут вот эти группы. Я сама была там и очень много у меня знакомых, которые именно так и делают, да, то есть, ну, я же, у меня нет времени рассказать. Я боюсь, что обо мне подумают, я там могу что-то не так сказать, написать, да, или это может повлиять еще хуже. И вот эти вот установки, они на самом деле ограничивают. Я много раз проверяла, как работает, когда берешь, так молотком разбиваешь эту установку, идешь и делаешь то, что, ну, как бы логично, да, правильно. И мы про деньги, да, и деньги приходят. То есть, у нас в целом, да, все про деньги. Вот. Эти установки очень сильно мешают. Поэтому для тех, кто, например, только сейчас вдруг понял, что, блин, а я же не веду соцсети и вообще ничего не рассказываю, я рекомендую начать это делать абсолютно в любом формате, вообще в любом. Да, у вас 300 человек, да, у вас 100 человек, да, у вас 1000, неважно. Начните просто делать это в любом формате. Начнет приходить обратная связь. Кстати, создание карты личного бренда, оно всегда идет от того, какая обратная связь к вам придет. Соответственно, у меня сначала была задача собрать эту обратную связь. И когда я постила всякую фигню, делала какие-то непонятные сторис и вообще там, ну, что-то там вообще странненькое, вот, приходила обратная связь. То есть, люди там пишут, лайкают, что-то спрашивают, вот, ну, либо не приходило. И вот когда мы с моим бренд-менеджером составляли эту карту, это очень сильно помогло. То есть, даже если сейчас у вас нет средств для того, чтобы заняться личным брендом, нет каких-то возможностей, да, там, начать менять свою жизнь, свою собственную жизнь, не жизнь организации, а свою собственную, да, то начните просто хотя бы как личность коммуницировать со своей аудиторией. Это очень-очень сильно поможет потом, когда вы дойдете до момента того, что вы приняли это решение. Вот, соответственно, да, люди, не зная, что у вас происходит, они не знают, как вам помочь. Прикольная тема, вот у нас, расскажу, да, с этим, с арендой офиса было, вот. Ну, как-то, знаете, вот у меня была установка, блин, ну, на аренду офиса не дают денег, на административку собрать сложно, да, там, да. Ну, куча вообще вот всякого того, что вот мы там все придумываем, вот. И поджимают, у меня как бы уже нет денег на аренду офиса, и я думаю, да плевать вообще, да все, я личный бренд строю, мне надо быть честной и открытой. Я вам сказала, да, что это мой бренд такой, честная, открытая, прям заявлять вообще все. И я такая, да ну и фиг с ним. И бабахаю, пост такая, вот тут как есть, знаете, там, вечером сижу уже, там, готова выпить эту бутылку вина в одиночестве. Пишу этот пост, боже мой, вот, я не знаю, как это работает, почему это так работает, почему вот как-то нельзя, это проще, я про себя сейчас больше. И мне приходит сообщение, два. Анастасия, почему вы вообще молчите, мы же ваши друзья и партнеры, давайте мы вам будем оплачивать офис, другие. Анастасия, тоже в личку, это мои знакомые, вот, мы готовы оплачивать половину ежемесячную. Я думаю, господи, все, достаточно было сказать, административка не работает, люди готовы. То есть люди реально готовы, если им об этом говорить. Это я сейчас вам рассказываю, то есть, возможно, кто-то из вас это делает, да, там, и так же себя ведет. Вот, это просто про то, что я начала развивать свое позиционирование, да, то есть, как я, потому что я не вела соцсети, я боялась что-то писать, у меня вообще дисграфия и дизлексия. То есть, мне дико страшно, там, боязнь выступлений, вообще просто набор какой-то фигни, который ограничивал меня в том, чтобы отдавали денег. Вот, пришлось с этим совсем поработать и нанять нескольких копирайтеров, которые проверяют мои посты и двинуться вперед. То есть, еще раз, да, возвращаюсь к первым шагам, которые я бы рекомендовала руководителям и фандрайзерам, потому что фандрайзер – это лицо, организация привлечения денег, да. Но здесь, знаете, такое вот, почему я обратила на это внимание, что фандрайзер, если он наемный сотрудник, он приходит, уходит. То есть, он может в любой момент прийти, и он, если себя, то есть, если вы фандрайзеры наемные, да, то есть, работаете в организации, то я вам тоже рекомендую работать с личным брендом, то есть, заняться этим вопросом, потому что вы можете таким образом, да, увеличивать свой чек, приходя в другую организацию, да, ваш личный бренд в том числе будет работать на вас. Вот. Но моя еще большая рекомендация – руководителю, от которого зависит работа организации, заняться развитием своего личного бренда. Меня очень сильно вдохновляло, знаете, когда я видела, что, ну, все знают, да, Нюту знают, да, как бы бренд, да, человек делал что-то такое очень весомое, большое, значимое. Вот. И другие такие известные личности в фондах, да, которые не были изначально как бы известны, а потом даже там фандрайзеры, да, известные, да, есть. Вот. Истории, когда человек становится вдруг случайно известным и актуальным и значимым для аудитории, это больше исключение из правил. Вот. То есть, когда я познакомилась с лидерами некоммерческого сектора, мне казалось, что я тоже так могу, просто написать пост и собрать 10 миллионов. Вы знаете эту историю, да, когда в день рождения написали пост, да, и собрали 10 миллионов. Вот. Какое мое было огорчение, когда я день рождения открыла пост и собрала 5000 рублей. Вот. Собственно, это тоже были первые шаги к пониманию того, что, блин, а что-то не со мной не так, да, а что-то с моим позиционером и с личным брендом не так. То есть люди не считывают, они не понимают, почему мне надо дать денег. Вот. Так. А, ну, у меня, в принципе, да, 5 минуток. Вот. В общем, я надеюсь, что моя история сейчас… Я напомню, что я первый раз вообще про личный бренд. Я вот только буквально две недели назад сама получила карту личного бренда. Вот. Я работала со специалистом. У меня уже спрашивали, кто на меня подписан. Они спрашивали, Настя, а ты платно или бесплатно получила такого специалиста очень мощного, я говорю. Естественно, платно. Бесплатно ничего не бывает, да. Бесплатно это… Ну, книжку можно купить. Ну, как, тоже даже купить. Вот. Да, я работала платно. Но я два года назад успела договориться, поэтому, возможно, если кто-то захочет с Екатериной поработать, ну, вот, я могу дать какие-то контакты. Но она дорогая. Сразу предупреждаю. Очень высокий. То есть даже я боюсь, что вы не думаете, что это столько стоит. Вот. Поэтому это мое первое было выступление. Я надеюсь, что вообще тема личного бренда как-то у вас сейчас отзовется, и вы подумаете над тем, а что вам нужно самому сделать как личности, чтобы денег было больше. Я еще раз повторю, после того, как я занялась личным брендом, мы стали собирать больше и стали приходить деньги из тех, как бы, уголков, которые я раньше даже не рассчитывала. Вот. Если есть вопросы, я могу на них ответить. Да, бренд-менеджер, ну, я поделюсь, я ее аккаунтом в Телеграм-канале поделюсь. Там, кстати, можно почитать, ну, она пишет разные интересные кейсы. Вот. Все, теперь я не волнуюсь, если есть какие-то вопросы, можно спросить. Спасибо большое, Настя. Очень крутое первое выступление. Действительно, как в чате уже заметили. Да, ко мне тоже можно обратиться за индивидуальной консультацией. И я хорошо распаковываю человека и могу дать, ну, рекомендации уже, куда двигаться нужно конкретно вам. Вот. То есть такая у меня опция есть. Вот. Вообще, мне кажется, вот история про карту личного бренда, это очень интересно. Ну, по крайней мере, мне точно интересно. Было бы ее более подробно разобрать. Возможно, уже в следующем марафоне. Вот. Вопрос, куда писать и как обратиться за консультацией. Ну, мои как-то контакты, у тебя там телеграм или как оставить? Вот контакты Настя чуть повыше. Есть в чате сайт фонда «Спорт для жизни» и личная страница Настя. Можно тебе в контакт писать, наверное, да? Да, 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 можно, конечно. Вот. Поэтому все, кто… Там в контакт, ты говоришь? Да, в контакт. А, ВК. Давай я еще сброшу. Ладно, ВК можно. В общем, все, кто хочет себе карту личного бренда, переходите к Насте. И мою консультацию. Да, и консультацию. Спасибо большое за то, что ты очень честно все рассказала. Сказала о том, что это на самом деле большая работа над собой. Спрашивают, можно ли твой телеграм? Да, можно, можно. Сейчас, да. Я могу, да, сбросить все. Вот. Поэтому, мне кажется, тоже важно понимать, что это действительно большая работа. И это честная работа с самим собой, в первую очередь. Но, как ты уже сказал, она окупается в том числе и для организации. Она окупается. Я еще раз скажу, что я все это придумала только потому, что понимала, что без этого моя организация не справится. Вот. Большое спасибо. Спасибо.